Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет крутой обзор трехкомнатной квартиры. Поехали! Итак, по левой руке от меня расположена у нас небольшая гардеробная. Как всегда, место вот такое классное для сидения, чтобы можно было сесть и спокойно обуться. Это тоже очень хорошее решение для прихожей. Сверху у нас расположены крючки, где можно повесить верхнюю одежду. И по всей стене, по длинной, заказчик решил расположить большой шкаф. Тоже очень хорошее решение, так как в квартире на самом деле очень мало места. А такие шкафы, они максимально дают полезное пространство. Не можно повесить какие-то верхние одежды. Ну, короче, всякие вещи, которые нам не нужны. Это намного лучше, чем у нас бы остался какой-то угол, не задействован. А так у нас целый большой и длинный шкаф. По стенам уложен у нас декоративный камень, такой вот кирпичик с расширкой. Фугой крупнозернистой. Здесь у нас будет кухня, мы немножко позже о ней расскажем. В данной квартире доборы вот эти все сделаны из натурального дерева. И все двери, мы будем дальше двигаться, покажу тоже из натурального у нас дерева. Здесь у нас зеркало, полный рост, чтобы можно было спокойно одеться. А напротив было принято решение сделать подвесную тумбу и зеркало с вот такой вот красивой фрезеровкой и включением светильника сверху. Андрей, как он включается? В секретном месте. Ну вот, включили наш светильничек. Очень тоже довольно-таки интересное решение. Входная группа у нас плитка с переходом. Стык у нас в один уровень с ламинатом, пройденный герметиком. Плитка у нас уходит в кухню в одном цвете. Дизайн входной двери у нас выполнен в таком светлом тоне с вставками стеклянными в черное стекло. И заказчик сам провел инициативу и сделал место для раздевания. Видимо, у нас тоже дерево и вставки из черного стекла, чтобы было все в одном стиле. Ставим лайки. Друзья, планировка квартиры такова, что сразу справа от входа у нас располагается кухня. Двигаемся дальше. Когда мы попадаем в кухню, у нас стоит сама кухня большая. И у заказчика было такое пожелание, чтобы у него был вот такой вот шкаф, где будут стоять какие-то спиртные напитки. У нас шкаф красиво подсвечивается. Вот эти вот все стеклышки. Сзади стоит у нас диодная подсветка. И на всю длину кажется, что стекла светятся. Такой вот небольшой лайфхак. Да? Правильно говорю? Итак, кухня у нас до самого потолка. Столешница сделана у нас под дерево. Очень хорошее решение. Особенно вот красиво мне нравится разделение черным профилем. Все шкафы у нас... Открывание такого плана. И сверху, самый верхний у нас бокс. Вот, вот тебе, Андрей. Спасибо, Андрей. Ты снял? Вот такой. То есть, опять же, в квартире максимально используем полезное пространство. Данные шкафы очень хорошее решение. Сейчас, в последнее время, стали их часто применять в ремонтах. Так как он увеличивает саму площадь полезную, вверху, в полке, куда можно положить какие-то там штуки полезные. Итак, друзья, кухня у нас в двух цветах. Основной цвет дерева, видим фасады. И глянцевая фасада у нас... Я не знаю, что это. Кофе, наверное, да? Да, какао, капучино. Какао, капучино, кофе. Короче, как-то так. Глянцевая. Смотрится очень классно. Особенно хорошо подчеркивает бытовая техника. Она у нас однотипная, от фирмы Bosch. Вот, заказчик позаботился так, чтобы все было именно Bosch. Вот, начиная. Микроволновка, духовка, варочная поверхность, холодильник. И даже смотрим, тостер. И даже чайник, блин, у нас все Bosch. Мне нравится, когда все одинаковое. Подсветка в кухне выполнена диодная. По передней части. Иногда бывает так, что закладывают ее сзади. Сенсорная. Где там она у нас? Оп. Выключили? Оп. Включили. Все. Красиво. Дальше стол. Стол у нас кухонный. На четыре места. Выполнен в одном стиле. С кухней. С контактс-элементом в лофт. Вот металлическое у него подстолье расположено у стола. И вот такие вот заказчики сам расположил тоже красивые стулья. Одно из необычных решений, которое не было изначально в ремонте, это вот заказчики, то, что придумала родима супруга. Вот такие вот красивые рейки, которые, скажем так, продолжают у нас грубое столешницу, если на нее смотреть. Очень красивые, кстати, рейки здесь зашли. Мне нравится. Вот. Балконная дверь. В данной планировке она очень большая. Наверное, метровая на 90. Вот. Дверь. И было принято решение сделать вот такую вот красивую штору. Тем самым придаст изюминку данной кухне. Смотрится очень красиво. Вот у нас кошак немножко мешает. Одно из решений, также мы используем в своих ремонтах очень часто, это вот этот вот порог кухонный. Сделаем высоту плинтуса. И плиточку обычно укладываем так, чтобы она была заподлицована с этим плинтусом. Берите, кстати, себе на вооружение. Очень часто спрашивают, как это делается. Делается это именно вот так. Клеится сам плинтус и заподлицов с ним укладывается плитка. Очень практично, а главное эстетично. В кухне у нас двух уровней потолок. Первый, основной уровень, это у нас натяжной потолок с накладными светильниками. И было принято решение сделать вот такой вот опуск из гипсокартона. Вот. И по периметру наклеить плинтус. Данную задачу мы реализовали. И поставили точные светильники. Итак, друзья, по расположению приборов у нас в кухне заказчики захотели разместить стиральную машину. Считают данное положение вещи очень актуальным. Хотя очень редко оно присутствует в наших именно ремонтах. Стиральная машина у нас большая. 60 сантиметров в ширину. Это было у нас принято решение для того, чтобы добрать еще вот эту вот нужно нам площадь, скажем так. О! Посудомойка. Есть. И вот тут у нас шерстяной. Если что, можно сразу закинуть посудомойку. Мне не понравилась эта идея. И еще одно очень хорошее решение. Кстати, придумал тоже заказчикам. Цоколю кухню у нас в черном цвете. Я такой вот в ремонтах наших встречаю впервые. Вот даже в дизайнах мы такого никогда не делали, не реализовали. Друзья, из кухни у нас проем. И передвигаемся мы в шикарную гостиную. Гостинная выполнена в таких нежных тонах. Смотрится на самом деле очень красиво. Я здесь не был уже, наверное, порядка двух лет. Вот. И прям не ожидал, как заказчик с помощью мебели разбавил и добился вот такого впечатляющего эффекта. Мне всегда нравятся такие вот решения, когда есть какие-то ниши. И особенно камин. У меня дома тоже есть камин. И заказчик пожил, чтобы он был, как он называется, не электрокамин, а чтобы это был именно биокамин, который дает нам натуральный огонь. Кстати, вот руку держишь и вот реально от него исходит тепло. Получается, у нас была собрана гипсокартонная конструкция, которая облицевалась красивым камнем. И этот камень дальше мы покрасили вот таким вот цветом. Кстати, получилось у нас это со второго раза. Но главное добиться эффекта. В нишу встроен у нас телевизор. И сама ниша у нас идет до потолка. Здесь у нас два уровня. По периметру идет у нас короб. Порядка 50 сантиметров отступ от стены. И снизу у нас идет багет. Багет у нас пенопласт. Тоже откашено все в белый цвет. И по периметру расположено точное освещение. Друзья, в данном проекте у нас по всей квартире пиндоса МДФ белый крашеный. Около камина у нас заказчики кинули вот такие вот красивые шкуры. Приятные для рук. Смотрится очень красиво. И вот такие вот шерстяные. Здесь у нас могут помять, поиграться. Это двери у нас распрощенные. Они идут в коридор. О них мы чуть-чуть тоже расскажем. По стенам поклеим у нас шикарный обой. Кстати, выглядит очень круто. На самом деле я обои не очень люблю, но эти мне прямо реально нравятся. Два у нас дивана. Один двухместный, другой трехместный. Можно на нем спать. И, как я уже говорил, подписная у нас здесь весь мебель. Такими красивыми стеклянными нишами. И самые главные фасады. Обратите внимание на них. Какие? С ними чуть покрупнее. У нас новогодняя анимация. Красивая елочка стоит. И тюль шерстерами дополняют весь этот интерьер. Делают его еще более нежным. По освещению в данной гостиной у нас получается, ну, идет три контура. Это точечный свет, диодная подсветка и центральная люстра, которая меняется цветовой поток. Вот теплого, более холодного. Наши классные двери. Двигаемся дальше. Итак, немножко остановимся на этих дверях. Разряженной механизм оббарного такого типа под лофт. По желанию у заказчика было, чтобы вот эти вот передвижные колеса, механизм, были именно большие. То есть, не маленькие, а именно такие вот громадные, здоровые. Вот, на черном металлическом вот такой рельсе они у нас ездят и довольно-таки хорошо закрываются. Вот так. Все красиво. Двери белые, с черными стеблышками, вставками. Все, чтобы было в одном стиле. Так, друзья, дальше двигаемся мы в спальню. В спальне, естественно, у нас присутствует большая двухспальная кровать. Все выполнено в светлых тонах. И, естественно, в спальне есть свой шкаф. Ого. У нас вот такой вот присутствует. Дублер, суфлер, не знаю. Знамя ходит. Располагается большой телевизор. И вот такие вот у нас есть по телевизорам тумбочки. Как всегда, максимально используем полезное пространство. На заднем фоне декоративный кирпич. И с каждой из сторон заказчики пожелали, чтобы были у нас такие вот гравированные зеркала. Практически от самого пола до потолка. У заказчика идея была такова, чтобы вот эти вот зеркала были... Располагалась прямо напротив вот этих вот кирпичных колонн у нас у прикроватных тумбочек. Бра, ночничок вот такой. Должен быть обязательно в каждой спальне. В своих ремонтах мы максимально стараемся их тоже пихнуть. Вот. И заказчик сам изготовил вот такие вот прикроватные тумбы. Здесь можно включить и выключить ночничок и зарядить какой-то телефон, либо ноутбук. Обязательно должна быть розетка в каждой из сторон, чтобы никого не пилить. А то будут ругаться. По потолку. Работы здесь мы делали... Шпаклевали. Армировали холстом. Финишная шпаклевка и покраска. Из конструкции была собрана только у нас ниша под штору по высоте самого багета. Багет у нас ведет везде по периметру. Напольное покрытие забыл, кстати, уточнить. У нас во всей квартире ламинат. Вот. И, естественно, освещение. Освещение у нас меняет, как всегда, цвета от теплого к холодному. Помимо обычных обоев, именно в спальне у нас на стенах присутствуют и жидкие обои. На ощупь приятно, легко восстанавливается, выглядит презентабельно. Дальше двигаемся мы в ванную комнату. Ванная плотировка у нас довольно-таки, скажем так, непростая. Нам в ремонте мешал вот этот вентоканал. Здесь сочетается три вида плитки. И одно из самых хороших решений, которое было здесь принято, это вот стык рельефной плитки и вот здесь вот гладкой. Так как наружный угол здесь было заперить практически нереально, потому что плитка у нас с одной стороны рельефная, вот получилось бы некрасивое примыкание. Берите на выражение, мы вставили вот такой вот хромированный профиль и тем самым решили целую большую проблему и сделали презентабельным наш наружный угол. Два вида плитки у нас по периметру разделяются вот такими вот гусинками. Смотрится довольно-таки красиво. Сразу при входе у нас видим полотенотушитель и под ним корзина для белья. Кстати, одним из наших элементов в ванных комнатах является у нас фуга. Здесь у нас она двухкомпонентная, эпоксидная. Очень хорошо она для ванных комнаток, так как практически не теряет в эксплуатации цвета. Видим здесь у нас к ванне примыкает большой красивый умывальник, зеркало практически на всю ширину с сенсорным включением подсветки. Все красиво. Ванная комната, ванная, ванная, блин, ванная комната. Метр 70 на 70 у нас и присутствует вот такое вот у нас стекло для того, чтобы комфортно можно было принять душ. Кстати, смесители здесь у нас встроенные. Трехрежимные. Один режим у нас получается переключается на набор ванной, один режим на маленькую лейку и один из режимов у нас на тропический душ. Потолки в ванной комнате сделаем натяжные. Экран ванной практически всегда мы его зашиваем одной и той же плетке, которая идет у нас по всей ванной. Тумба у нас видим подвесная, со стеклянными такими фасадами. И здесь вот под ванной всегда мы делаем ревизионное отверстие. Силиконим его в цвет фуги, чтобы было незаметно. Из ванной передвигаемся мы в туалет. Туалет довольно-таки просторный у нас. Плитка такая же у нас, как в ванной комнате. Ее здесь у нас получается два вида. И разделение у нас по периметру нашими бусинками. Потолок здесь точно так же у нас натяжной. Два точечных светильника. Мы практически всегда делаем в наших санузлах два. И пилитетный вентилятор, который у нас включается вместе с основным светом. Как всегда в наших ремонтах уже это правило. Инсталляция и подвесной унитаз. Есть у нас рукомыничек. И место, естественно, позволяло. Заказчик сюда поставил такой пенал, чтобы хранить какие-то принадлежности. Все наши коммуникации от пола до потолка скрывают у нас. Наша стенка, сделанная из гипсокартона. И дуком скрытого у нас в монтаже. Вот такой вот у нас люк скрытого монтажа. В последнее время мы уже начинаем немножко от них отходить. Больше делаем над инсталляцией шкафы, либо какие-то полки, чтобы максимально использовать полезное пространство. Кстати, сантехнику мы здесь полностью всю переделали, как и электрику. И поставили мы здесь фильтра с обратной прочисткой. Да? Фибасы. Итак, друзья. Одно из основных в сантехнике, когда мы переделываем, мы делаем вибро-шумоизоляцию из стояка. То есть изначально мы оборачиваем наш стояк канализационный виброматериалом, который гасит колебания вибрации, которые идут со стояку. И сверху еще покрываем шумоизоляционным вот таким вот материалом. Вот по полу до самого потолка. Тогда, что мы передвигаемся в детскую комнату, немножко расскажем о ней. У заказчика было пожелание такое, что здесь у нас будет, скажем так, рабочая зона для детей, где дети могут спокойно расположиться и сделать уроки, заниматься какими-то самими делами. То есть, чтобы на всю длину был стол, скажем так, по центру его разделяют у нас две тумбы, у каждого своя. И, естественно, было пожелание сделать у нас из гипсокартона поверх ниши. Видим, штора у нас опускается из потолка. Вот. И конструкция второй уровень, чтобы расположить там точные светильники над вот этим столом. У каждого из ребенков присутствует своя настольная лампа. Вот. И также есть у нас вот такие вот полки с каждой стороны, чтобы каждый мог поставить в себя такие-то личные вещи. Две кровати. Одно и второго. Потолок точно так же здесь мы по плите пошпаклевали, армировали холстом и покрасили. По периметру у нас идут багеты. И практически, как и во всей квартире, постелы у нас потлеенные обои. Пол у нас ламинат. В поле у нас ламинат у нас ковер. И в дизайн всей квартиры у нас есть шкаф. Точно так же есть у нас своя игровая зона. Она находится у нас вот здесь. Небольшая. Зайди сюда. Вот. То есть здесь вот у нас стоит такой комод, где располагается игровая консоль, музыка и небольшой телевизор. Здесь по электрике у нас тоже есть момент. Мы сделали, положили в стену кабель-канал, опустили его вот сюда. И все вот провода, которые подходят к нам с телевизором, они идут в стене кабель-каналу. Все это дело у нас заделывалось. И видим красивый результат поклеенный трон для обои. И никакие провода, ничего у нас не свисает. Все это у нас у нас в стеночке. И в любой момент мы это можем достать. Друзья, я надеюсь, вам полезен был данный обзор и он вам понравился. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И я в свою очередь хочу выразить восторг, так как прошло уже целых два года, а ремонт такое чувство, как будто бы вчера только сдан. Субтитры сделал DimaTorzok